Горячую линию открыло не только Министерство экономики, но и другие ведомства. В частности, физические лица чаще всего обращаются в Министерство ЖКХ. Один из самых популярных вопросов – сели платежи за коммунальные услуги, дошли до адресатов. Денежные средства не дошли до поставщиков ресурсов, платежные поручения получат с долгами. Это население Зеленодольск, Нижнекамск, как Казань, Набежные Челны и незначительно Бугульма. В этих районах могут быть такие лицевые платежки, в которых население получит начисление за декабрь непосредственно с ноябрем месяцем. У нас в соотношении звонковых предпринимателей один к пяти. То есть пять частных лиц звонят, один – это предприниматель. Но характер обращения такой – где я могу получить выплаты? Юридические лица, клиенты Татфондбанка и Интехбанка также обращаются в Министерство экономики. По словам руководителей ведомства, многие из предпринимателей требуют проведения санации временно закрытых кредитных учреждений. Мы встречаемся с инициативной группой предпринимателей. Они постоянно говорят, какую помощь мы можем оказать. То есть очень конструктивно сейчас выстроен с ними в этом плане диалог. Они говорят, чем мы можем помочь, чтобы ускорить процесс санации. Все прекрасно понимают, что именно это выход из положения, не митинг. Также сегодня стало известно, что частично разморожены счета в Интехбанке. То есть кредитное учреждение начало осуществлять платежи юридических и физических лиц. Несмотря на это, предприниматели уже пытались проводить пикеты в Казани. Запланированную на сегодня уличную акцию юридические лица все же отменили из-за сильного мороза. Однако до конца месяца они хотят выйти на улицы и устроить массовый митинг, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Альмира Низамова, Рустам Залилеев, телеканал «Эфир». 25 лет в эфире. С вами и для вас.